Просто переслать все то, что вы уже прикрепили и направили на... Зачем двойной работой заниматься? Перешлите сами. Это будет уже тогда наше волеизъявление, а не ваше. Молодец. Съемный участок. Здравствуйте, это какой участок? Шестой. Шестой? Шестой. Подскажите, я вот отправил вам сообщение по поводу разбирательства по делу. Живой мужчина, хозяин у меня, Антон. И вы мне что-то ответили, что надо перенаправить на десятый. Почему на десятый? Алло? Подождите. А, жду. Когда направляли? Что? Когда направляли? Письмо в электронном виде буквально час назад. Это вам нужно специалисту, когда позвоните. Какому? Какой документ специали занимается? 77-83-60... Вас плохо слышно, девушка? 77-83-26. Позвоните. 83-26? Да. Благодарствую. Алло. А там трубку никто не берет. Я могу поговорить с Татьяной Романовной? Ну, с Сугей звоните тогда. А как ей позвонить? Алло. 77-83-22. Ага, благодарствую. Магазин. Магазин? Да. Умелые руки. А у вас какой номер телефона? Ну, 300-377. А, я... Инвестиционная нефтяная компания. Ага. Ну, извините тогда. Ошибки. Я на счасток. Девушка, а что ты, Татьяна Романовна, трубку три раза сбросила, а четвертый раз вообще не взяла? Она... Ну, я-то откуда могу узнать? Ну, вы там рядом находитесь же? Я не рядом с ней нахожусь. Ну, у вас же шестой участок? Шестой. Она на четвертом, я на первом. А почему ваш телефон указан как шестой участок? Не знаю. Странно. Так, а как им позвонить-то? Они... Что они трубки-то не берут? Ну, я не могу сказать, потому что я приемом документов не занимаюсь. А тогда подскажите, пожалуйста, может, вы знаете. Вот, смотрите, я им отправил по электронной почте на шестой участок эти, ну, бумаги. А они мне ответили, что нужно направлять на десятый участок. Хотя дело было передано. Там Король Елена Петровна ушла же в отпуск. Вот. И дело передали этой Амельченко Татьяне Романовне. Вот. У нее... У Мельченко. Да, у нее шестой участок. Вот я ей шлю эти бумаги. А мне ответили с электронной почтой, что, типа, вам надо на десятый направлять. Король уже вышла с отпуска. Просто замещала Амельченко ее. Не, ну, вышла-то вышла, а дело этого переда... Этот Кузнецов-то передал именно Амельченко. Дело этого в Амельченко находится. Ну, я не знаю, как там у них. По этой информации я не могу сказать. Так кому направлять-то? Ну, если вам ответили на десятый, значит, на десятый, наверное, нужно отправлять. Кто вам ответил-то? Неизвестно кто. С электронного адреса шестой участок. Вот. Если она так написала, значит, нужно, наверное, отправлять все-таки на десятый участок. Ну, а что-то непонятно, почему. Если дело передали Амельченко. Когда судья выходит обратно, ну, якобы судья выходит обратно, вот Король Елена Петровна обратно вышла, что, дело, получается, обратно ей вернули на рассмотрение? Ну, конечно, если она его рассматривала первоначально. Нет, первоначально Амельченко приняла. Ну, я не знаю вот этих вот подробностей, как они там замещают. Когда уходит, когда выходит. Ну, ясно. Благодарствую. Вы мне помогли. До свидания. Второй участок. А что-то это разъединило? Вы трубку, что ли, бросили? Ну, это вы молчали. Нет, я говорил. Подскажите, пожалуйста, вот я отправил вам бумаги, вы мне ответили, что надо на десятый направлять. Это почему? Ну, видимо, территориальная подсудность десятого судебного участка. Не, ну, а дело же передал Кузнецов именно от Короля Елены в это Амельченко Татьяне. И, получается, дело-то приняла Татьяна. То есть, шестой участок принял. Что, неужели здесь, получается, как Король Елена Петровна вышла, передали обратное ей дело, что ли? О каком деле идет речь? Гражданское дело. По исковому заявлению ООО УК Дезужер. А ответчик? Ответчик, персона Булгаков Антон Николаевич. Я не пойму, почему мне ответили с почтой с вашей, с шестого участка, что мне нужно направлять на десятый, когда дело находится в шестом участке. На почте этого где, имеете в виду, вам сказали? Я отправил... В сфердарии внизу? Нет, я направил в электронном виде на адрес электронной почты, в Сургут-6. Вот. Мне оттуда ответили, что вам нужно направлять на десятый участок. Кто ответил, непонятно. Так, ну смотрите, в связи с тем, что мы в декабре замещали десятый судебный участок, это дело, по идее, относится к десятому участку, но замещали мы, и, соответственно, все письма адресуются на десятый судебный участок, а потом эти письма передаются нам, как замещающему участку. Так. Потому что дело идет под номером десятого участка, так как это территориальная подсудность именно десятого участка. Просто на тот период судебного отпуска замещал шестой участок. Мы сейчас продолжаем вести это дело, так как мы его приняли к производству. Просто переспонденция вся проходит через десятый участок, но передается нам в работу. То есть, на правду? Потому что у нас у каждого участка своя база ведется, и это дело закреплено за десятым участком, технически получается. И поэтому вся корреспонденция у нас регистрируется на десятый участок, а передается на шестой участок замещающему суде. Ну, в моем понимании, если Кузнецов написал, что дело передать на шестой участок Амельченко, то вам и надо направлять. А сейчас какая-то путаница получается, мне получается на десятый надо направлять. А мне в шапке что писать-то? Какой участок и чью фамилию-то писать? Ну, вы можете указать мировому суде судебного участка номер 10, а можете указать исполняющему обязанности у мирового суде судебного участка номер 10. Если исполняющему обязанности, можете указать Татьяну Романовну, если адресуете исполняющему обязанности. Если ей, то и все, и адресовал на шестой участок Амельченко, то и Татьяне Романовне. Ну, вы указали шестой участок, а вам нужно было указать исполняющему обязанности судебного участка номер 10 Амельченко, Татьяне Романовне. То есть я еще должен разбираться, кто у вас там кого замещает и на какой срок? А вы определение принятия к производству получали? Я его видел. Ну вот там были данные указаны, кто у вас принял исковое заявление. Вернее, а, вы ответчик, получается. Там была информация, в чем производстве находится дело. Там было указано исполняющие обязанности. Сейчас я посмотрю, секундочку. Это в постановлении, да, в самом? В определении о принятии искового заявления, да. Должно быть указано. В исполняющие обязанности судебного участка номер 10. Так, и что? А куда направлять-то? На 6-й или на 10-й? Вы направляете на 10-й, а потом с 10-го участка эта корреспонденция передается нам. Вот вы замудрили вообще. Вы мне подскажите, вот я направил через Газправосудие несколько бумаг. Это именно через сайт, там, типа, подача заявлений в электронном виде. Вы их получили вообще? Вы их видите? А когда направляли? Ой, давно. Сейчас скажу. Ну, вот вчера направил и 15-го числа. Так, ну если вчера, сегодня, вчера зарегистрировали, сегодня 10-й участок должен уже нам все эти документы передать. Не-не-не, я же вам направил, на 6-й именно. А, на 6-й. Так. То есть 5 дней назад несколько бумаг и вот вчера. Ну, по идее... Мне идея не важна. Я вот вижу, что в системе зарегистрировано. Меня интересует, с вашей стороны видно, что это получили вы, да или нет? Да, нужно уточнить у специалиста, потому что специалист регистрирует у нас входящую корреспонденцию, и в том числе и поступающий из ГАЗ-правосудия. А кто этот специалист? Как с ним связаться? Последние цифры 26. 878-326. Никто там. Что касается корреспонденции, которую вы направили, потому что я ваши документы еще пока не видела. Так, а кто там, как зовут-то специальному? Полина Андреевна. Угу. Так, хорошо, благодарна. Вы, получается, направили именно на 6-й участок, да? Ну, конечно, если Кузнецов написал, что передать это в 6-й участок, Амельченко, я ей направляю. Угу. Так, ну вы уточните, пожалуйста, у специалиста, я тогда тоже, в свою очередь, попробую эту информацию узнать. Просто что получается, я вот все на 6-й участок направила, и что получается, если бы мне вот сегодня не ответили, что надо на 10-й направлять, получается, вся бы корреспонденция потерялась, так получается. Ну нет, потеряться она не могла. Ну а вот все, что я отправил, оно сейчас как это? Его что, это все завернут или направят все-таки Амельченко? Ну, сейчас мне нужно тогда у специалиста уточнить, в каком это виде все поступило, посмотреть, что там за документы, и уже определиться, каким образом поступить. Если она вам именно по этим документам такой ответ дала, что необходимо на 10-й участок предприятия. Да, именно по этим документам такой ответ, неизвестно кто, не подписывается. Вы мне скажите, вообще дело, кто будет рассматривать? Рассматривает 6-й участок, как вы приняли к производству, так мы и будем до конца рассматривать. Я поэтому, вот по логике, я тоже так подумал, потому что я вам и направляю, а мне отвечают, направляйте на 10-й. Ну, я поняла ваш вопрос. С материалами дела я ознакомился именно в 6-м. Так, давайте, знаете, как сделаем? Ваш номер телефона, с которым вы звоните? Да. Давайте я свяжусь со специалистом, уточню по поводу входящей корреспонденции от вас, когда она поступила, в каком виде, и уточню, какой был дан ответ. Нет. И уже определимся, что с этими документами далее будет делать, потому что, ну, мы тоже, потерять мы в любом случае их не можем. Ну, потерять-то не потеряете, но вы потом это, окажется вдруг, что приняли решение без рассмотрения этих бумаг, потому что они, типа, были направлены не по адресу, и все, типа того. Ну, я вас поняла. Давайте я уточню, что там за документы поступали, не поступали. Так, ну, черт, не помню. Когда вы позвоните? И вам вот на этот номер телефона перезвонить, да? Да, а когда? Давайте я сейчас вот уточню, специалисты, и в течение, там, ну, постараюсь 15-20 минут вам перезвонить уже. Отлично, я буду, благодарство. Хорошо, до свидания. Да, кстати, еще раз, мирового суда, до свидания. А я вас выбираю. Выходила я из кабинета, как раз по вашему вопросу. Смотрите, да, я вижу, что на электронку поступили от вас документы, и через ГАЗ правосудия специалист отклонила ваши документы, так как они адресованы не тому судье. Как-то не тому. Ну, имеется в виду, что вы пишете мировому суде судебного участка номер 6, а необходимо было указать либо мировому суде судебного участка номер 10, либо исполняющему обязанности мировому судебному участку номер 10. Ну, вот опять началось. Ну, да, да. Это что, на почту опять бежать и все по второму разу отправлять, что ли? Вы что, издеваетесь? Вы можете то сообщение, которое нам прислали, переслать просто на 10 участок. Просто переслать все то, что вы уже прикрепили и направили нам. А зачем двойной работой заниматься? Перешлите сами. Ну, это будет уже тогда наше волеизъявление, а не ваше. Молодец. Поэтому вам просто необходимо на 10 судебный участок направить письмо и все. Вопрос будет решен. Подождите, давайте четко, конкретно. Чем, чем? Где какую запятую поставить, чтобы что точно дошло и было зарегистрировано? Получается, ничего. Сейчас каждый документ переделываете, в шапке писать ИО, ИО, исполняющий обязанности 10 участка, Амельченко, Татьяна Романовна. Так? Ну, как один из вариантов. Либо вы можете все то, что прислали сейчас нам, переслать на электронный адрес судебного участка номер 10. Так это я уже сделал. А, уже направили на 10 участок? Конечно. Но по электронной почте это же ничем не будет подтверждаться. Они просто скажут, что типа ничего не получали и все. А, получается, чтобы продублировать это, чтобы доказать как-то потом, мне, получается, надо в этом, как его, в газ правосудие, получается, переслать. Опять то же самое сделать, а направить в электронном виде через газ правосудие на 10 участок. Так получается? Ну, вы, если на электронку переслали, этого будет достаточно для нас? Для вас, может быть, и да. Я потом как докажу, что я вам перенаправлял? Скриншоты буду прикладывать? А вот в газ правосудие это все останется, оттуда ничего не удаляется. Там номера присваиваются. Логично? Ну, я поняла, о чем вы говорите. Так вот вопрос. Я сейчас обязательно это сделаю, перенаправлю через газ правосудие на 10 участок. Вопрос в другом. Мне шапку надо менять или нет? Так, сейчас я посмотрю, что вы там указывали. Ну, мировом суде судебного участка номер 6, Амельченко, Татьяне Романовне. Вы так писали, да? Ну, да. Ну, вообще, по-правильному было бы адресовать мировому суде судебного участка номер 10, либо исполняющему обязанности мирового суде судебного участка номер 10, Амельченко, Татьяне Романовне. Ну, получается, мне что, прям... Вот тут последний вариант. То есть, вот как вообще в идеале должно было быть изначально? Так мне что делать? Мне все варианты перечислять или прям так описать? Либо туда, либо туда? Это что за шапка получится? Нет, вы просто укажите исполняющему обязанности мирового суде судебного участка номер 10, Амельченко, Татьяне Романовне. Серьезно, девушки, я не знаю, как вас зовут, но я просто в шоке от этой вот системы. Это что получается? На одну букву ошибся, и все, и пропало дело, что ли? Но оно не пропало. Мы бы, согласно инфекции, вам просто-напросто вернули документы, как ошибочно направленные... Так, в том числе, я старался, я писал, я все подготовил, написал, отправил, а вы мне возьмете все мои эти... Там у меня уже больше 30 бумаг я направил. Возьмете и все завернете, так что ли, получается? Но если вы так бы и оставили на 6-м участке, то мы бы были вынуждены вернуть. Но вы же говорите, что уже на 10-е переслали. Конечно. Ну вот, значит, в порядке должно быть с вашими документами, раз он на 10-е переслали, уже отослан. Там, смотрите, там упрощенку они включили, да? То есть они не хотят меня видеть, общаться со мной. Вот. И получается, там по законодательству, РФ-овскому, получается, что я должен уведомить этого ята, прежде чем отправлять вам. Я это сделал через почту, заказным письмо. Там везде указано, этому, мировому, в кавычках, суде, Амельченко Татьяна Романовна. Что мне, опять заново идти на почту, переделывать все по-новой, все 30 бумаг? В общем, давайте мы оставим ваши все документы так, как есть, в том варианте. Главное, чтобы они были отправлены на 10-й судебный участок. Чтобы мы их могли в предусмотренном порядке зарегистрировать и приобщить к материалам дела. Ну, а как мне потом узнать, что вы их точно приобщили? Я уже, одна из бумаг, она именно звучит о том, что я хочу ознакомиться с материалами дела послезавтра. То есть я хочу убедиться, что они там есть. Вы мне как-то, вот я, допустим, вот сейчас через газ правосудия, это все по электронке-то я направил на 10-й. Я сейчас через газ правосудия, это все опять же направлено на 10-й. Потом мне как убедиться, вы мне можете там в электронном виде хотя бы ответить, что все ваши там эти бумаги, согласно списку, зарегистрированы, переобщены, переданы в кавычках суде. Как вот делается в городских судах через газ правосудия. Там статус обновляется, там статус зарегистрировано, а потом передано суде. Вот у вас был такой статус или нет? Потому что я вот до сих пор вижу, я вот передал в шестой участок, там до сих пор статус зарегистрировано. И все, и не меняется. Нет, не обновляется статус. То есть у вас там не отклонено статус зарегистрировано? Нет, зарегистрировано и все, уже больше 6 дней такой статус. Что за это, вы вводите заблуждение получается, с ваших слов отклонено, а по факту, по системе зарегистрировано. И что, какие-то признаки мошенничества я усмотрю. Потому что через газ правосудия один статус, а с ваших слов другой. Кто обманывает? Ну, насчет программы, я конечно, как она работает, функционирует. Вот видите, это специалист у нас с этим занимается. А что за специалист? Как она отображает? Как ее зовут? Как с ней связаться? Полина Андреевна. Полина Андреевна, фамилия ее? Пертикова. Пертикова Полина Андреевна, телефон ее? 26 последняя, точно так же 778, только на конце 326. И как раз можно будет уточнить по поводу зарегистрированных документов на 10 участок уже конкретно. А она вообще кто? Она к какому участку имеет отношение? Или она в канцелярии просто? Она специалист, но она ведет не один конкретно участок, а несколько участков. Ну, а отдел у нее какой? В канцелярии? Ну, на первом этаже, да. В 108 кабинете у нас специалист находится. А, я с ней разговаривал. Она меня знает, да. Добро, сейчас позвони. Благодарствую. Хорошо, до свидания. До свидания. Алло, алло, алло. Мировой суд, здравствуйте. Здравствуйте, мне нужна Полина Андреевна. Здравствуйте. Вы, да? Я, да. Здравствуйте, живой мужчина, хозяин меня, Антон. Я вам направлял через газ правосудия, через сайт мировых так называемых судей. На шестой участок, там штук 4, 5, 6, 7, 7 воли изъявлений, и у них до сих пор статус зарегистрирован, хотя было отправлено 5 дней назад. Смотрите, она, наверное, не обновилась, но у меня я отклонила, так как нужно было переслать на десятый участок. Я не могла приобщить к делу, потому что это база шестого участка. Вам необходимо было на десятый. Я уже посмотрела на электронную почту, вы прислали на десятый участок. А статус у меня в компьютере отклонен. Подождите, может быть, день еще, он появится, чтобы будет отклонен статус. Так, а мне не нужно, чтобы было отклонено. Мне нужно, чтобы это передано, так называемый, суде. Вы переслали свои возражения на десятый участок по электронной почте, они приняты. А как я потом подтвержу, что они приняты? Ну, когда вы придете в судебное заседание, напишите, что можете ознакомиться с материалом дела, убедитесь, что там есть штампы, что оно поступило в суд сегодня. Замечательно, а если я там ничего не обнаружил? А сроки подачи до завтрашнего дня? Штамп стоит с сегодняшней датой. Ладно, вопрос в другом. Смотрите, я сейчас хочу обратно все то же самое отправить, только правильным путем. Как мне это сделать? Отправлять, выбирать в программе на десятый? Да. А в шапке что писать? Кому? Мировому суде, судебного участка, номер. Но тогда было, кто замещал у вас? Судеба рассматривает Романова, верно? По идее, Белла приняла Амельченко. Угу. Ну, это дело десятого участка. Направляйте на десятый участок. Напишите и о Амельченко. Амельченко. И о чего? Мирового суде. Какого участка? Десятого. На имя Амельченко, да? Да. А если я там добавлю, напишу так, его, мирового, это в кавычках, суде, участка номер 10, а мировому, в кавычках, суде, участка номер 6. Амельченко Татьяна Романовна. Пишите так. Сойдет? Да. Точно? Точно, да. Примите? Примем, примем. Отправляйте только на десятый участок. Все, просто я, понимаете, я столько трудов потратил, и на почту сходил, и по электронке везде поотправлял, больше 40 документов. А сейчас мне говорят, я там, это, в шапке, одну цифру неправильно указал. Угу. Это нормально вообще? Ну, вы отправляете свое новое заявление, как вам сказали? Ну, принято. Я сейчас отправлю, а не получится так завтра, что вы скажете, а надо было не туда, а вот сюда. Нет, нет, все хорошо. Добро. Надеюсь, так будет. Благодарствую. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok